Музыка Даже, по-моему, знаешь чего? Можно проехать туда дальше, прямо. Вот тут мы на стоянку останавливаем. А туда дальше прямо, прямо проезжают. Там дальше, видишь, оттуда, как бы, стоит. Да? Да-да-да, мы вот здесь на стоянке останавливались, точно. Вспоминается что-то, да? Всем-всем добрый день! Нью-Йорк с вами. Золотая осень 2020 года. Вы знаете, сегодня мы с вами приехали в Новодивеево, где находится женский монастырь. И православное кладбище старинное. Ну, не совсем старинное. Где-то в конце 40-х годов это кладбище здесь образовалось. Вернее, с 49-го года, потому что в прошлом году было 70 лет монастырю и кладбищу. Вот, где похоронены очень много известных фамилий. Мы здесь были с вами 6 лет назад. Вот, но фильм, который я сделала, видео, которое я сделала, мне самой не нравится. Оно какое-то было не то, что совершенное. Слово «совершенное» не могу здесь применить. Но по моей неопытности по какой-то, 6 лет назад я была вообще неопытным человеком по вопросам даже съемки той же. Поэтому фильм у меня какой-то получился не очень хороший, некачественный. Даже там с оговоркой был фильм. Вот, поэтому я сегодня хочу исправить свою ошибку и сделать, собрать материал об этом кладбище с чувством, с толком, с расстановкой и ввести вас в курс дела. Вот, и посмотрим, что у меня получится. Давайте будем гулять сегодня здесь и все-все рассматривать. Вот какой-то дом такой большой здесь. Вот тут маленькие домики, машина стоит. А вот здесь вот деревянные домики. Похоже, что как будто и не жило этот домик, например. А вот там кто-то трудится на огороде. Вот они живут здесь в монастыре и трудятся. А? Вот с этой стороны начинается православное кладбище. Красивый клён такой. А с этой стороны домики, монастырские домики. Скромные такие домики. Здесь же есть стоянка. Вот прямо на обочине кладбища стоит такая часовня. Видите, здесь даты 17-й, 41-й, 45-й, 21-й. Мир праху верным сынам России, воинам русского корпуса и чинам союза РК на поле брани, 41-й, 45-й, павшим и в мире скончавшемся. Это часовня, памятник, сооружена попечением соратников в 62-м году. Вот эта часовня с другой стороны. Сейчас подойдём вот к этому памятнику. Русская освободительная армия. Сами прочтёте. На этом кладбище похоронено примерно 7 тысяч человек. Ну, может быть, с плюсом. Вот эта часть кладбища. Здесь захоронение с 66-го года примерно по 96-й год. Как я понимаю, как я это вижу. В конце аллеи стоит вот такой монумент в форме часовинки. Очень длинные надписи, посвящённые кадетским корпусам и всяким воинским группам, так сказать. Памятники все в основном одинаковые. Кресты, кресты и кресты. Вот тут с фотографии. И Саул дивизиона князь Мстислав Львович Голицын. И княгиня Екатерина Романовна Голицына. Из рода Голицына, наверное, я так думаю. Да. Графиня Нина Георгиевна Муравьёва. В 63-м году умерла. Лопухины. Такие известные фамилии, но кто знает, это из тех или не из тех. Интересно. Велизгаузеры. Вдова генерал-майора Наталья Флоровна Хитрову. Урождённая баронесса Штакельберг. Штакельберг. Ой, ходишь. Я тут одна. Саша ушёл от меня, как обычно. Но он такой темп не любит. Вот я потихоньку хожу, разглядываю. Саша такой темп не любит. Поэтому я тут одна. И мне, знаете, мне как-то вот всё-таки это же кладбище. Как представлю, что здесь под землёй-то люди лежат. Прям как-то мне жутковато, прям скажем. А здесь похоронен протеерей Серафим Слободской. Родился в 912-м, в 71-м номер. Лопухиные. Графиня Марина Владимировна Оболенская. Деклиос. В 2002-м году её похоронили. И рядом с ней граф Деклиос Александр Алексеевич, полковник Георгиевский кавалер. Ну, холмика вообще нет. Никаких холмиков нет. Вот нашла я могилку баронесса Ольга Михайловна Врангель, вдова главнокомандующего генерала-барона Врангеля. Ольга Михайловна Врангель. Вот такая могилка. Такая же скромная, как и все. А рядом Мейендорф Фёдор Львович, барон. И баронесса Елена Петровна, урождённая баронесса Врангель. В 99-м она умерла. Интересно. Они прям вот рядышком вот с этой часовенкой, которую я вам уже показывала. барон Леонид Платонович Врангель, 900-й год, 82-й год. И баронесса Надежда... Слушайте, не разберу... Леон... Лео... Польев... Ля... Даже не разберу, какая... Какое отчество у неё. Вот посмотрите вы здесь. Леопольевна Врангель. В 55-м умерла. Дарья Александровна Пашкова. Сергей Александрович Пашков. С твёрдым знаком. Профессор Георгий Густавич... О боже мой, как много. Первопоходник, поручик первоофицерского... Ген Маркова. Ой, очень трудно прочитать. Георгий Осипович Гольдшмидт. И Татьяна Сергеевна, урождённая Энн Булаева. М-м-м. М-м. Прото-пресс-витер. Юлиан Петрович Ольховский. В 59-м году умер. Штабс-капитан Усачёв. Георгий Сергеевич Усачёв. 59-й, 79-й. Мичман Российского имперского флота и инженер Николай Николаевич Александров. О, 99-й, 65-й. Да, вот это вот самая старая часть кладбища. Наконец-то я пришла сюда. Здесь действительно ещё писали с этими, со знаками. Контр-адмирал Российско-имперского флота Алексей Николаевич Заев. 66-й. Заево, 66-й. Да. А здесь похоронен в корне 12-го Уланского Белгородского полка профессор инженер доктор Константин Гаврилович Белоусов и Татьяна Сергеевна Белоусова урождённая Верховская. А тут вот её, наверное, мама Вера Александровна Верховская урождённая Волкова. А там Елена Сергеевна Захарова урождённая Верховская. Наверное, мама, бабушка и дочь, я так думаю. С твёрдыми знаками. Сотник Лепгвардии Лепгвардии Атаманского Е... Я не знаю, как это всё расшифровывается Нагибин. Некогда мне расшифровывать сами. Там Е-И-В-ГОС-НАС-С-Полка какого-то. Короче. Да. Интересно. Поручик Сергей Иванович Попов в 58-м году умер. А доктор Елизавета Карповна Попова в 73-м году умерла. Птичка сидит, поёт себе. Я знаю, что здесь должна быть княжна Романова похоронена быть. Вера Константиновна, но не нашла я её. Вот здесь похороненный барон Пётр Петрович Врангель и баронесса Андрея Врангель. Так вот её зовут. Андрея Врангель. Я смотрю, вот люди сюда приезжают. И я думаю, что здесь даже сейчас хоронят где-нибудь на окраинке такие памятники более современные стали. Кроме крестов ещё фотография и сам памятник делается. 21-й век. Вот так вот. Пётр Дмитриевич Голицын, князь. Пётр Дмитриевич Голицын. Такой крест. В 58-м году умер баронесса Анна Михайловна Тизенгаузен. В 72-м году умерла. Вот это старые кресты. Дмитриевич Голицын. Нет, хотя вот я смотрю, 2017-й год похоронен. Шамильские. Дмитриевич Голицын. И... Дмитрия Голицын. Голицын. Дмитрия Голицын. Дмитрия Голицын. Дмитрия Голицын. Она такой небольшой здесь достаточно. Кладбище между прочим, можно его запросто обойти. Что я... Нет, я где новые захоронения, я туда не иду, нет. А здесь княгиня Елена Александровна Елецкая, генерал-майор, князь Леонид Васильевич Елецкий. Она в 71-м умерла, он в 58-м. Да. Вот известная фамилия Ксения Юрьевна Шедловская, рождённая баронессой Мейндорф. 902-й, 995-й. 90-й год её. Такая могила здесь. Бронесса Ольга Ивановна Корф, 94-й, 67-й. Тут и семейные погребения, конечно. Александр Викторович Чичерин, кавалергарды, доблестному однополчанину. Кавалергарды доблестному однополчанину поставили. На. На. В общем, находилась я здесь. Как-то грустно мне стало, знаете. Как-то мне... Ну, действительно, сейчас, может быть, поедем в другое место, будем настроение поднимать. Но всё равно мне сюда хотелось приехать и ещё раз освежить в памяти, как здесь всё находится, расположено. Потому что за шесть лет, честно говоря, я подзабыла. Вот. А здесь вот сзади, вот сейчас уже не сзади, вот это вот женский вообще-то здесь монастырь. И здесь вот живут, не знаю, в каких домиках они живут, как, маленьких, больших. Женский православный монастырь. Прямо рядом с кладбищем. И они тут вот живут себе, копаются в огородах, живут своей жизнью спокойной, как вам сказать, монашеской. Вот. А я уже иду на выход. Я иду на выход. Опять, мимо памятника русской освободительной армии. Вон там домики. Вот я думаю, что они там тоже все живут в этих домиках. Монашенки, я имею в виду. Вот там вот копается монашенка одна в огороде, если вы видите. Вот тут они живут, я так думаю, в этом домике. Вот. А вот это храм Серафима Саровского. И архитектором был простой-простой маляр Корнилий Чегринов. Вот он возвел этот храм, а расписывал его внутри. Художник Николай Попков. Просто за то, чтобы ему давали кровь и кормили, чтобы его. И это женский православный монастырь. Огородик неплохой такой. А здесь вот сейчас посмотрим дальше. Кто это? Я не знаю, наверное, может быть, это отец Андриан, который осветил это кладбище. Он как бы тоже основателем является этого монастыря, всего-всего. Но тут не написано, кто это. Я так подозреваю, что это он. Понимаете? Все здесь закрыто сегодня. Но так тихо, спокойно. Краски осени. Знаете, как здесь хорошо. Все, а здесь уже заканчивается территория. Вернее, не заканчивается, но она дикая такая. А там уже дорога, которая называется Smith Road. Smith Road. Вот за этим каменным забором. Так что вот так вот мы здесь с вами гуляем. Это какой-то виноград, что ли, у них растет. Он такой непонятный виноград. Может, они вино себе делают? Виноград уже сняли? Не знаю, не знаю. Но здесь красиво. Как в лесу. Вот я сзади этого памятника нашла вот такую пометку. В общем, это в городе, прям в городе Ноноэт, штат Нью-Йорк. А примерно от нашего дома, вот от нашего дома мы час сюда ехали. Потому что через Манхэттен опять ехали, а там все медленно. все люди едут через Манхэттен в Нью-Джерси, в другие штаты. Короче, дороги тут через Гудзон их не так много. Через туннель. И мы вот так ехали. Ну, все. Теперь я иду, наверное, к Саше, потому что он ждет меня, как обычно. И мы с вами поедем дальше сегодня, попутешествуем. Кстати, в этом монастыре маленьком есть икона Серафима Саровского. Вот. И икона Владимирской Божьей Матери из Оптиной пустыни. Пустоши. Или пустыни. Да простите меня, я не образованная в этом плане. А это вот с другой стороны этот храмик. Храм. Солнышко мешает. Вот. Все. А тут вот живут монахини. Тут машина стоит. Welcome. Тут какой-то магазин со всякими иконками, крестиками. Но я не... Не надо мне. Я знаю, что здесь есть дом престарелых. Такой уже, где монашенки, наверное. Так. Вот это вот Новодивеева карта. Расписание богослужений. Это от меня. Так. Среда, четверг, пятница, суббота, 24 октября. 7.30, 7.30. Вау, как рано у них. Все в богослужении. Вот крестики покупают девочки. Так. А мы прям идем с вами вот гуляем. Да. Вот. Я иду на парковку. Вот эти домики, не знаю, живет у них кто не живет. Не знаю. А вот это вот, в прошлый раз мы были, здесь на улице сидело много-много стариков. Причем таких древних-древних уже бабушек в основном, которые просто молчали, сидели. Это она какая-нибудь трапезная, я думаю. Вот эта большая. Похожа на трапезную. Как вроде столовая какая-то. Вот. Вот видите, какой домик скромный. Вот. И сидели бабушки, которые вообще не разговаривали даже. они просто молча сидели на скамеечках, на каких-то стульчиках. Вот. так вот и доживают, наверное, здесь свой век. Иду к Саше. Саша меня ждет уже машину. А вот это, вот этот дом престарелый, про который я говорила. сейчас здесь тоже тихо. Это как бы главная въездная площадь. А вот там уже за этим лесочком, вот там домики, и где мы были, и кладбище вот там, за этим лесочком. А мы едем на выход вот сюда. Ну вот, уезжаем мы. В памяти освежили. Тут даже какая-то гостиничка есть. Да, это гостиничка. Может быть, монахи, какие сюда приезжают и живут в гостинице. А там вот в доле, где ты же видела, это, да, кого-то или похоронили, или что-то там, так вот. Да, да, да. Оббы там. Да, видимо, хоронили там кого-то, я так поняла. Поворачиваем направо. Похороны делают. Это прямо на территории самого городка. На ноль. Двигаемся 0 миль, 1500 футов, затем поворачиваем. А вот ту сторону какой-то рафик стоит. Да? А я не вижу. О!